я себя чувствую как вот в том самом зале варьете черная магия не знаю как насчет разволочения поскольку я крайне удивлен такому большому количеству людей это очень приятно и у меня как всегда несколько вариантов сегодняшнего разговора как пойдет он я не знаю поскольку это живое дело но культура вообще живое дело литература в частности тоже живое дело а михаил булгаков может быть радикально живое дело да я хотел предуведомить свой сегодняшний разговор таким что я хотел бы посвятить свою сегодняшнюю встречу и этот разговор не знаю слова лекция мне не очень нравится прежде всего людям которые очень много сделали для изучения михаила булгакова для открытия михаила булгакова и еще в советском союзе и в россии это два чего это во-первых великий филолог и булгаковед мария тамаровна чудакова которая очень много занималась булгаковым и знаменитая ее книга сегодня недавно переизду на жизнь описание булгакова стала таким своеобразным краеугольным камнем в мировом булгаковедении это и ее выдающийся супруг александр палыч чудаков которого я знал лично который занимался правда не булгаковым антон палыч чем чеховым в основном но тем не менее он всегда ее поддерживал в ее изысканиях в ее начинаниях которые в свою очередь сами по себе являются романом романом полным противоречий перипетий препятствий обретений и потерь вот это первое что я хотел сказать и я если меня часто спрашивают периодически вернее спрашивают что почитать булгакове чтобы послушать а булгакове огромная литература и о мастере маргарите в частности совершенно уже какая-то бесчисленная и много можно видео посмотреть но я советую вам прежде всего слушать лекции мария тамара мы чудакова и встречи связанные с этой проблематикой тематикой булгакова они очень простые они очень глубокие при этом и они очень человечные мне кажется что булгаков именно такого подхода к себе требует прежде всего не какого-то квазифилологического не какого-то такого профессионального прежде всего но прежде всего вот человеческого отношения глубинного понимания того что такое это было за время кто такой был михаил булгаков для русской литературы для русской культуры и эхо булгакова мы видим она только лишь звучит все отчетливее и громче и не случайно фильм от михаил локшева об этом тоже свидетельствует потому что успех этого фильма внимание к этой работе я сегодня не буду говорить о кино совсем но вот пару слов я скажу он просто это вот все подтверждает и как бы сказать определяет что эта связь между живым словом булгакова и реальностью она работает и она есть а это самое главное в литературе это самое главное в культуре прежде всего этот живой пульс потому что это говорит о том что все живо и все не умирает да и не только рукописи не умирают а прежде всего не умирает контакт этот контакт то самое главное начать я хочу не с романа мастера маргарита а с других вещей которые мне кажутся важными потому что контекст мне кажется очень важен и для булгакова в частности я прочитаю сейчас некоторые фрагменты одну один первый фрагмент это фрагмент из письма сестре булгакова семнадцатого семнадцатого года нормально слышно вот второй фрагмент это фрагмент из письма булгакова правительству обращенный к оси фуисов и сарелонычу сталину тридцатого года и разговор сталина и булгакова через несколько дней после того как сталин прочитал это письмо итак первый фрагмент 31 декабря семнадцатого года это поздравление с новым годом в общем-то по сути дела но не только об этом мучительно тянет меня вон отсюда в москву или в киев туда где хоть и замирая но все же еще идет жизнь в особенности мне хотелось бы быть в киеве через два часа придет новый год что принесет мне он я спал сейчас мне приснился киев знакомые милые лица приснилось что играют на пианино придет ли старое время на 100 настоящее таково что я стараюсь жить не замечая его не видеть не слышать недавно в поездке в москву и саратов мне пришлось все видеть воочию и больше я не хотел бы видеть я видел как серые толпы с гиканьем и гнусные ругань и бьют стекла в поездах видел как бьют людей видел разрушенные брошенные обгоревшие дома в москве тупые и зверские лица видел толпы которые осаждают подъезды захваченных и запертых банков голодные хвосты у лавок затравленных и жалких офицеров видел газетные листки где пишут в сущности об одном о крови которая льется на и на юге и на западе и на востоке и о тюрьмах все воочию видел и понял окончательно что произошло я обращаюсь правительству ссср со следующим письмом после того как все мои произведения были запрещены среди многих граждан которым я известен как писатель стали раздаваться голоса подающие мне один и тот же совет сочинить коммунистическую пьесу в кавычках я привожу цитаты а кроме того обратиться к правительству ссср с покаянным письмом содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов высказанных мной в литературных произведениях и уверения в том что отныне я буду работать как преданной идее коммунизма писатель попутчик цель спастись от гонений нищеты и неизбежной гибели в финале этого совета я не послушался навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством ссср в выгодном свете написав лживое письмо представляющие собой неопрятный к тому же наивный политический курбет попыток за сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил зная заведомо что такая пьеса у меня не выйдет созревшие во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к правительству ссср с письмом правдивым произведя анализ моих любимых вырезом а моих альбомных вырезок я обнаружил в прессе ссср за 10 лет мои литературные работы 301 отзыв обо мне из них похвальных было три враждебно ругательных 298 последние 298 представляет собой зеркальное отражение моей писательской жизни герои моей пьесы дни турбинных алексея турбина печатных стихах называли сукиным сыном автора пьесы рекомендовали как одержимого собачьей старостью обо мне писали как литературным уборщики подбирающим объедки после того как наблевала дюжина гостей писали так мишка булгаков кум мы тоже извините за выражение писатель в залежала мусоре шарит что это спрашиваю братишечка мурло у тебя я человек деликатный возьми да и хрясни его тазом по затылку обывателю мы без турбинных вроде как бюстгалтер собаки без нужды нашелся сукин сын нашелся турбин чтоб ему не сборов не успеха писали о булгакове который чем был тем и останется новобуржуазным отродьем брыющим отравленной но бессильной слюной на рабочий класс его коммунистические идеалы сообщали что мне нравится атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены писателя и что от моей пьесы дни турбинных идет вонь и так далее так далее спешу сообщить что цитирую я отнюдь не с тем чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику моя цель гораздо серьезнее я доказываю с документами в руках что вся пресса ссср а с ней вместе все учреждения которым поручена контроль репертуара течение всей моей литературной работы единодушные с необыкновенной яростью доказывали что произведения михаила булгакова в ссср не могут существовать я заявляю что пресса ссср совершенно права всякий сатирик в ссср посягает на советский строй мыслим ли я в ссср я прошу правительства ссср приказать мне в срочном порядке покинуть пределы ссср в сопровождении моей жены любови евгенины булгаковой я обращаюсь гуманности советской власти и прошу меня писателя который не может быть полезен у себя в отечестве великодушно отпустить на свободу сталина особенно задела последняя строчка в этом фрагменте на свободу якобы он сказал если бы он просто написал отпустить михаил александрович раздраженный взялся за трубку я и услышал михаил афанась булгаков да да сейчас с вами товарищ сталин будет говорить что сталин сталин и тут же услышал голос явно грузинским акцентом да с вами сталин говорит здравствуйте товарищ булгаков здравствуйте осень виссарионович мы ваше письмо получили читали с товарищами вы будете по нему благоприятный ответ иметь а может быть правда вы проситесь за границу что мы вам очень надоели я очень много думал в последнее время может ли русский писатель жить вне родины и мне кажется что не может вы правы я тоже так думаю вы где хотите работать в художественном театре да я хотел бы но я говорил об этом и мне отказали а вы подайте заявление туда мне кажется что они согласятся нам бы нужно встретиться поговорить с вами да да иосиф виссарионович мне очень нужно с вами поговорить да нужно найти время и встретиться обязательно а теперь желаю вам всего хорошего из его из воспоминаний сергея ермолинского на следующее утро может быть в тот же день время сместилось в моей памяти позвонил телефон подошел я говорили и секретарят и секретариата сталина голос спросил правда ли что товарищ булгаков умер да он умер трубку молча положили отношения булгакова с властью имели драматический характер все это можно прочитать подробно но я хотел о другом сказать что булгаков в двадцатые годы пишет две поиски одна из которых вам широко известна поскольку вы все смотрели и любите фильм собачье сердце который кстати довольно спорно интерпретировал текст булгакова несмотря на замечательные актерские работы а вторая повесть двадцать четвертого года роковые яйца которая тоже была экранизирована там даже по моему играл олег иван щенковский профессора персикова она прошла абсолютно незамеченную экранизация да и повесть лежит в тени собачьего сердца и вообще розы булгакова хотя руковые яйца вещи по-своему очень сильная ничуть не менее сильная и интересная и глубокая чем собачье сердце так вот уже в этих двух работах которые определяются как сатирические работы хотя это тоже вопрос довольно дебатируемый и спорный с точки зрения жанрового характера этих повестей булгаков в общем-то уже рефлексирует на тему того на тему отношения к власти на тему отношения к советской системе к советскому миру и все и многое из того что мы встречаем в романе который мы будем говорить подробнее мастера маргарита уже в этих двух работах и мы видим абсолютно точные копии некоторых элементов которые нас удивляют поражают и веселят даже может быть некоторым образом в романе мастер и маргарита вот тех элементов которые связаны с так называемой инфернальной тематикой с элементом дьявольского какого-то проникновения участия да с элементом даже я бы сказал возмездия да потому что по сути дела то что является одним из сюжетов романа в последующем в разных его редакциях является тема возмездия тема возмездия булгаков категорически и принципиально это видно из вот этого письма сестре семнадцатого года он писал прямо что он понял что произошло понял что произошло он отлично понял что это конец он отлично понял что ничего больше не будет у него не было иллюзий он не был писателем с иллюзиями вот он четко себе отдавал отчет в этой апокалиптической картине которую он видел на улицах москвы тоже и вот в повести роковые яйца значит главный герой этого произведения вообще два главных героя двух этих повестей прообразом и той и другой повести это в общем как бы читаем а вполне доказываем по тексту является никто иной как вождь мировой революции владимир ильич ленин но назначит и в том в другом случае в случае собачьего сердца это врач преображенский да а в первом случае это сказать это вот некий исследователь до профессор персиков и вот значит сюжет роковых яиц довольно простой значит и в 1 2 повести проводится эксперимент эксперимент значит для булгакова революция это тоже своего рода эксперимент вот эксперимент над жизнью над бытием над человеком и над человечеством здесь же на примере двух локальных экспериментов в собачьем сердце вам известно до превращения из собаки так сказать в человека да возможно ли это а здесь выводятся некие так сказать из яиц должны выродиться какие-то огромные огромное количество кур до так сказать чтобы повысить вот успехи в животноводстве но происходит как всегда ошибка и рождаются какие-то монстры и вот эти самые инфернальные монстры начинают так сказать вот некое противодействие начинают уничтожение тех кто их породил вот тема вообще бесовщины булгакова достаточно частотно я вам прочитаю фрагмент который очень сильно напомнит некие эпизоды расправ уже в мастере маргарите над вот разными персонажами над которыми как бы сказать целях некого возмездия воздаяние глумится волонт его свита тут два сотрудника в чека действующую щукин и палайтесь значит из этих яиц родились никто иное как как какие-то вот действительно монстры которые наступают захватывают города идут по россии всех там пожирают и так далее обращу ваше внимание на вот просто вот этот эпизод помоги крикнул палайтесь и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула правой рукой он тщетно пытаясь поднять ее повяз револьвером по земле щукин обернулся и заметался раз он успел выстрелить но сильно взял сторону потому что боялся убить товарища второй раз он выстрел по направлению оранжерея потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная оливковая и туловище выскочила прямо по направлению к нему этим выстрел он гигантскую змею убил и опять прыгая и вертясь возле палайтесь а полумертвого уже в пасти крокодила выбирал место куда бы выстрелить чтобы убить страшного гада не тронув агента наконец ему это удалось из электро револьвера хлопнула два раза осветив вокруг все зеленоватым светом и крокодил прыгнув вытянулся окоченел и выпустил палайтесь а кровь этого текла из рукава текла изо рта и он припадая на правую здоровую руку тянул переломленную левую ногу глаза его угасали щукин беги промычал он скрипывая щукин выстрел несколько раз по направлению оранжереи и вы и в ней вылетело несколько стекол но огромная пружина оливковая гибкая сзади выскочив из подвального окна перескользнула двор заняв его весь пятисаженным телом и в мгновение ввела ноги щукина его швырнула вниз на землю и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону щукин крикнул мощно потом задохся потом кольца его скрыли его совершенно кроме головы кольцо прошло раз по голове сдирая с нее скальп и голова это треснула больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела все погасил щепящий подкрадывающийся звук и в ответ ему очень далеко по ветру донесся из концовки вой но теперь уже нельзя было разобрать чей-то вой собачий или человечий вот это такое предвосхищение истории с головой берлиоза до которая отрезается тем самым трамвая вот то есть идея иначе говоря такого реинкарнированного возмездия она булгаковым вообще он над ней думает он ее в общем-то пишет все время и возмездие ему мыслится абсолютно нереальное да потому что он как я уже говорил понял что произошло изменить это невозможно то есть вот эта самая вера вера даже надежда вера и надежда да какие-то силы извне она у него формируется именно вот уже в двадцатые годы на материале вот этих вот двух повестей после того как а булгаков заканчивает работу над собачьим сердцем которые пытаются многократно протолкнуть печать причем даже большевистские редакторы но ничего не выходит булгаков начинает работу над первой редакции мастера и маргариты первой редакции мастера и маргариты нет никакого мастера по сути дела никакой маргариты он пишет на первой странице своих тетради что это роман о дьяволе то есть по сути его интересует локально вот эта тема о которой я с вами о которой я сказал кстати говоря вот в той же повести роковые яйца персиков в одном из эпизодов используют как бы терминологию которая потом перейдет консию пилату там когда он понимает что он ничего не может изменить и остановить вот в своем эксперименте он говорит я умываю руки то есть это прямая цитация да так сказать из мифа о понти и пилате да вот когда понти пилат говорит о том что он не может спасти ешуа да иисуса на вот или как писала уже позже анна ахмата в одном из своих стихотворений и напрасно наместник рима был руки пред всем народом на вот эта тема так сказать власти которая не справилась с экспериментом власти которая в общем попала в ситуацию безвыходную для себя для себя эта тема булгаковым ставится уже вот в этих двух в этих двух ранних повестях и по сути дела эта тема у булгакова переходит в тему которая связана с темой бессмертия с темой бессмертия то есть вот бессмертия для него вещь которая важна еще и связи с тому его отношение к пушкину потому что крас пушкин вот эту как бы этот эту проблему озвучил да что такое бессмертие как оно возможно и с кем он будет происходить да вспомним вы все знаете стирение пушкина памятник да вот как переживает творец свои творения и в чем он продолжает свою жизнь у булгакова тема бессмертия является ключевой в раму одной из ключевых тем в романе мастер и маргарита и я опять здесь хочу обратиться к пушкину к пушкину там есть такой персонаж рюхин вот который вот такую вещь артикулирует важную и сейчас он говорит о пушкине вот пример настоящей удачливости тут рюкин стал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял нападая зачем-то на никого не трогавшего чугунного человека это памятник пушкин какой бы шаг он не сделал в жизни чтобы не случилось с ним все шло ему на пользу все обратилась к его славе все обращалась к его славе что он сделал я не постигаю что-нибудь особенно есть в этих словах буря мглою не понимаю повезло повезло вдруг ядовито заключил рюхин и почувствовал что грузовик под ним шевельнулся стрелял стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие под белогвардейцем подразумевается дантес да то есть мысль простая урюхина здесь вот чем хуже тем бессмертнее чем смертельные тем бессмертнее посмотрим как это та же самая вещь работает относительно контекста истории с понтием пилат значит это сцена допроса ешу аганоцри вы ее все помните сколько я полагаю что тут собрались люди читавшую роман не один раз когда понти пилат понимают что ничего нельзя сделать он не сможет спасти ешу мысли понеслись короткие бессвязные необыкновенный погиб потом погибли и какая-то совсем нелепая среди них о каком-то долженствующим непременно быть и с кем бессмертие причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску другой фрагмент пилат прогнал эту мысль и она улетела в окно мгновение как и прилетела она улетела а тоска осталось необъясненной ибо не могла же объяснить мелькнувшая как молния и тут же погаши какая-то короткая другая мысль бессмертие пришло бессмертие чье бессмертие пришло этого не понял прокуратор но мысль об этом загадочном бессмертие заставила его похолодеть на солнце пирки и еще один фрагмент левий порылся за пазухой вынул свиток пергамента пилат взял его развернул расстелил между огнями и щуре стал изучать мало разборчивые чернильные знаки трудно было понять эти корявые строчки пилат поморщился склонился к самому пергаменту водил пальцем по строчкам ему удалось все-таки разобрать что записанные представляет собой не связанную цепь каких-то изречений каких-то дат хозяйственных заметок и поэтических отрывков кое-что пилат прочел смерти нет вчера мы ели сладкие весенние бакуроты это плоды смоковниц смерти нет вот иначе говоря это этот мотив он становится таким вот смысла образующим до бессмертие пришло чье бессмертие пришло вот и это ощущение которое здесь передается она вызывает вот эту самую вот осознание горести тяжести и какой-то пас подспудной очень глубинной тревоги вот и для пилата это бессмертие осознается как некий проигрыш да как как некое такое горький горький итог своего рода до него бессмертие пришло но бессмертие с большим знаком минус и он не понимают почему так получилось он ничего не может с собой сделать и тут конечно и тут конечно мы перейдем к совершенно базовым вещам для романа которые связаны вообще с тем а что такое вообще миросозерцание булгакова авторское миросозерцание в этом романе прежде чем я об этом буду говорить я хотел все-таки несколько слов сказать о том как принято говорить у филологов у поэтики романа да как он сделан да почему он так сделан тут тоже очень много разных есть мнение по этому поводу но все-таки я должен буду об этом сказать поскольку это важно я опять же буду я все время при каждой возможности ссылаюсь на текст потому что он как бы убеждает вы все знаете что роман представляет из себя роман в романе да есть некий магистральный текст а в нем есть некий внутренний текст вот это 2 глава 16 25 26 это собственно история понтия пилата будем так ее называть поскольку волон так и называют да о чем о чем да он спрашивает мастера о понтии пилате да пишет роман мастер вот это внутренняя некая история некие заключенные в основной корпус второй текст или роман мастера по поводу роман для это мастера это опять же спорный вопрос значит потому что те включения которые мы видим в переходах между главами да так сказать между главами московскими и главами вот собственно говоря библейскими там разные типы сознания транслируют те отрывки текста это в одном случае сознание понтия пилата да а гуголос понтия пилата в другом случае это например сон ивана бездомного в третьем случае это чтение маргариты и так далее как ни странно да вот а в четвертом случае так сказать вот психбольница мы видим что когда появляется перед иваном бездомным мастер через сознание мастера транслируется да это такие в общем тоже отрывки и фрагменты принято считать что мастер и маргариты это некий роман миф действительно он работает с евангелиями да с одним из вариантов евангелия и представляет собой еще один апокриф апокриф есть а то она от луки от матфея да и тогда вот а здесь вот как бы еще один апокриф истории условно истории условно иешуа иисуса христа мы так ее соотносим хотя многие доказывают что это не имеет отношения ни к христу и ни к чему ну например яры сторонник вот подобных взглядов и далеко идущий в своих выводах диакон андрей кураев сын со своими очень очень странные системой доказательств очень странными на мой взгляд на мой взгляд взглядами на это все но такой голос то есть кому интересно можете почитать его работы послушать его лекции на эту тему он очень любит любил об этом говорить итак вот роман миф которые прежде всего трансформируют дает еще одну версию библейской истории вот с другой стороны это роман притча который связан с отображение который как опирается на очень древнюю традицию рассказать на философскую традицию вот и на эстетическую традицию которая лежит в основе притчи через какие-то эмблемы показать жизнь категории да ну вот собственно говоря не так важны персонажи сколько важны те категории которые они собой выражают которые они представляют ну например воланд это зло да там предположим вот мастер это творчество маргарита любовь соответственно ешу это добро ну вот традиционно так мы можем это соотносить и собственно говоря история то об этом как добро борется со злом или с ним сотрудничает в этом тоже будем говорить как любовь сама пожертвенно себя показывает да что такое творчество какова его природа каковы его основы законы и так далее каким может зло вот то есть как бы история связанная с понятием жизни категории вот или как бы сказал платон да так сказать первого первоэлементов до история первоэлементов первого сказать первооснов и действительно один из главных вопросов которые мы видим во второй главе сразу что есть истина слушал недавно лекцию не помню автора который доказывал что это прежде всего роман о поисках а об истине ну вот само это софистическое утверждение что есть истина ставит понятие смысла куб истине во что-то такое превращает его во что-то относительно это то чего то чего нет на что довольно иронично и так сказать и точно обрывает этот вопрос понтия пилата и уводит его в совершенно локальную конкретику ешуагонос и говорит истина прежде всего в том что у тебя болит голова то есть он как бы абсолютно девальвирует вот такую философскую многозначительность и уводит его в такую прагматическую какую-то совершенно реальность физиологическую даже реальность и так вот вокруг этих четырех глав этого романа фрагмента романа вертится все остальное то есть это есть некая статика а вокруг него все остальные главы истории это динамика то есть вот это вот статическая и динамическая это есть вот такой вот метафизический сюжет этого текста это нельзя отрицать это факт как говорила воланта факту прямая вещь вот то есть статика она неизменна ее нельзя изменить чтобы не предпринимал воланд чтобы не предпринимал кто-либо в ситуации статической истории библейской все предопределено ничего невозможно изменить ничего невозможно изменить то есть есть некий сценарий некий сценарий и этот сценарий абсолютно неумолим чтобы мы не делали все наши попытки либо смешны либо преступный фатализм до бугаков очень ценил лермонтова и части повесть фаталист которую недавно вот в капитале говорили тоже вот и можно посмотреть как этот момент представлен в романе момент связанные слова с неизменностью с тем что свободы нет и это хорошо вот булгакова была такая надежда до когда я начал сегодняшний наш разговор что я все видел и все понял да и надежда только на одно что в моменте я все видел и все понял но во времени все будет иначе вот это упование на то что все разрешится вот и все палатисы будут повержены потому что булгаков как мы знаем был врачом добровольческой армии он служил белой гвардии и роман который он написал рождественский роман белая гвардия это как бы конечно огромная антитеза всему что он видел в роман вышел 22 год написан да вот и сталин очень любил как вы знаете наверное 14 раз сталин смотрел вам хате дни турбиных 14 раз да то есть вот он эту привязку так сказать этот этот диалог все время внутри него какой-то шоу но при этом парадоксально ни одна пьеса булгакова больше не шла никогда никогда и нигде и в конце жизни я немножко отвлекся но уж отвлекся уж закончу этот момент и в конце жизни булгаков пишет пьесу батум она молодости сталина вот у них у всех была такая у явную всех у таких великих вот людей как мандельштам например и булгаков было так был бы такой пастернак был такой искус на что власть можно изменить на власть можно воздействовать ее можно как-то просветить извините за неприличное слово но нет он пишет пьесу батум и вот она уже репетируется ставится в амхате его уже должна выходить и булгаков едет с женой слины сергеевны на кавказ в батум чтобы посмотреть какие-то детали быта там да и так далее что-то может пригодиться и в поезде ему приходит телеграмм по моему да что никуда ехать не надо что сталин был очень раздосадован и этой вещью и сказал что вообще не хотел чтобы его молодости вообще что-либо было известно широко и вообще сказал сколько таких молодых людей в этом ничего особенного нет ну вот я возвращаюсь к тому что все неизменно все неизменно и вот два фрагмента которые вы конечно знаете но я их напомню которые связаны как раз с темой фатума и неизменности они происходят двух параллельных мирах но абсолютно одинаковые абсолютно одинаковые что как бы их эти 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 константы абсолютно зеркалит по отношению друг другу и так первая первая ситуация эта ситуация разговор в разговоре в первой главе о разговоре воланда с берлиозом и иваном бездомным напомню вам ну вот такой вопрос меня беспокоит ежели бога нет то спрашивается кто же управляет жизнью человеческой всем вообще распорядком на земле сам человека управляет поспешил сердит ответить бездомное признаться не очень ясный вопрос виноват мягко отозвался неизвестно для того чтобы управлять нужно как никак иметь точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный срок позвольте мне вас спросить как же может управлять человек если он не только лишён возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок ну лет скажем в тысячу но не может ручаться на за свой собственный завтрашний день и в самом деле тут неизвестный повернулся берлиозу вообразите что вы например начнете управлять распоряжаться и другими собой вообще так сказать входить во вкус и вдруг у вас саркома легкого тут иностранец сладко усмехнулся как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие до саркома жмулись как кот повторил он звучное слово и вот ваше управление закончилось ничья судьба кроме своей собственной вас более не интересует родные вам начинают лгать вы чуя неладные бросаясь к ученым врачам затем шарлатанам а бывает и гадалкам как первое так второе так и третье совершенно бессмысленно вы сами понимаете и все это кончается трагически тот кто еще недавно полагал что он чем-то управляет оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике и окружающие понимая что толку от лежащего нет более никакого сжигают его в печи а бывает еще хуже только что человек соберется есть кисловодск тут иностранец причинился на берлиоза пустяковое казалось бы дело но этого совершить не может потому что неизвестно почему вдруг возьмет поскользнется и попадет под трамвай неужели вы скажете что это он сам собой управил так неправильно ли думать что управился с ним кто-то совсем другой следующий фрагмент парная реальность о да ты не похож на слабоумного тихо ответил прокуратора улыбнулся какой-то страшной улыбкой так поклянись что этого не было чем хоть чтобы я поклялся спросил очень оживившись развязанный ну хотя бы жизнью твоей ответил прокуратор ею клясся самое время так как она висит на волоске знает не думаешь ли ты что-то ее подвесил гимон спросил арестант если это так ты очень ошибаешься пилат сдрогнул и ответил сквозь зубы я могу перерезать этот волосок и в этом ты ошибаешься светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца возразил арестант согласись что перерезать волосок уж наверно может лишь тот кто подвесил и так и в том и в другом случае есть некое предопределение есть некий сценарий который избежать нельзя значит много раз в романе употребляются такие странные отсылки это говорит это говорят разные персонажи в части маргарита вот что все будет так как надо все будет как надо вот она ивану бездомную быть я вас поцелую все будет так как надо или берлиоз на таскать по моему кто-то из свиты воланда ему говорит проходите сюда вот и выйдите куда надо имеется ввиду что берлиоз вот попала на трампа трамвай по сценарию как бы свыше ему нужно выйти куда надо тогда у его нога там покатится и он туда и попадет собственно говоря да вот это вот стремление так скажем да все сохранить в статуарном состоянии да в неизменном что все должно быть единственно возможным образом и никаким больше это очень точно транслирует ешуа ганотри он говорит рассказывая понтию пилату а левии матвея говорит такую вещь значит и потом он говорит про левия матвея что он все перепутал что записывал и так далее вот добрые люди которые там все время ходят все путают и так далее эти добрые люди заговорил арестант торопливо прибавил и диму он продолжал ничему не учились и все перепутали что я говорил я вообще начинаю опасаться что путаница это продолжаться будет очень долгое время и все из-за того что он неверно записывает за мной тут мы прямо можем а мы вспомнить тоже собачье сердце где профессор преображенский сокрушался о том что все перевернуто кто на ком стоял разруха не в клозетах а в головах и так далее вот этот перевернутый хаотичный так сказать абсолютно деструктивный сломавшийся мир это и есть собственно говоря мир той реальности мир той правды земли в которую обращен теперь вот обращены герои романа то есть они находятся как мы сказали что булгакова не было вариантов какой мир писать после того что он видела после того что случилось это понятно какой мир это мир апокалипсис вот в чем картина локшина как бы в этом смысле точно в том что вот это ощущение апокалиптическое она и передает в отличие от всех других экранизаций которые вы наверное видели вот тоже вот то есть для него вопрос о правде решен это правда апокалиптическая а история которая является статуарной эти главы через четыре главы это история собственно говоря пути на голгоф пути на голгоф то есть там будет важный выход дальше вопрос о воскрешении но он останется за скобками и связан бой с другим персонажем с другим героем с иваном бездомным вот на мой взгляд этот персонаж является гораздо более важным чем мастер вот почему просто потому что если будет время я об этом буду говорить его не бездомным еще потому что собственно говоря финале роман не случайно мастер говорит ему вы о нем продолжение напишите я не могу а вы напишите а какое продолжение самое главное воскрешение встает вопрос что никакого продолжения никто не напишет потому что это было бы как для гоголя второй том мертвых душ это было бы изменой самому себе изменой правде она невозможна видимо вопрос о религиозности булгакова дебатируется вот поэтому тут я не могу точно сказать есть разные мнения точки зрения версии и даже свидетельства не могу вам сказать откровенно верил ли булгаков воскрешение или нет вот но его любимым писателем был вот николай 80 гоголя которым я тоже недавно была большая у меня лекция и не случайно тот камень до который взят с голубой с могилы гоголя потом елена сергеевна переносит на могилу булгакова и он становится основанием его могилы вот известная реплика известная фраза булгакова укрой меня своей чугунной шинелью вот итак вот мы видим что вот это все остается в некоторой статуарности и неизменности и вот этот самый текст мира текст бытия чтобы все было на своих местах ничего не было перепутано вернуть смысл вернуть миру основание бытийственное основание вернуть все как было как говорится в романе не раз верните все как было верните все по своим местам то есть не должно быть не должно быть иначе говоря то есть почему например так глумливо и иронично воланд в первой главе осведомляется атеистично ли население московское или нет потому что для него это конечно такой в общем констатация минусовой истории то есть обязательно должен быть плюс обязательно должен быть условно говоря бог потому что это в основе мира лежит до в основе мира в основании мир то есть должны быть полюса они должны быть они должны быть сохранены они должны быть явлены и представлены если возникает дисбаланс дисгармония возникает вот тот самый хаос о котором говорит ешь то есть в этом смысле воланд абсолютно так сказать не сторонник добра он сторонник баланс баланс вот он вынужден этот баланс восстанавливать и все и все что еще важно важно сказать что вы все знаете что роман состоит помимо из двух текстов из двух романов он состоит из трех миров да это мир библейский о котором я сказал мир вот земной московский и мир космический или такой инфернальный да и здесь много версий откуда это у булгакова взялось что он имел ввиду вот так сказать почему такое разделение кто-то вот галинская например один из известных исследователей вот я вам покажу даже и книжку которая произвела в свою очередь в свое время сенсацию загадки известных книг здесь две части она посвящена селлинжер а другая булгаков она очень подробно рассматривает так сказать вот природу влияния или своего рода творчество русского какого-то диалога с украинским философом георгием сковородой до которого для которого тоже была система вот троимирия вот третьих мира при этом он различал еще человека внутреннего и человека внешнего да вот эта тема звучит и в романе булгакова конечно да помните когда этот сеанс разоблачения черной магии тува он сдается то задаются они вопросом своей компании изменились ли эти люди внутренние да так сказать и выясняется что внутренние они такие же как были две тысячи лет назад да то есть вообще вот тема неизменности я уже говорил тема так сказать статуарности и так сказать неизменных законов антологических человеческого бытия она тоже всячески фиксируется в романе помните один коровик говорит или кот не помню сейчас кто что чисел никогда басой хочет получить справку что где он был что предъявить своей жене то говорит повязать на поставки число что я был там ты и там на что ему говорят чисел не ставим с числом будет справка будет недействительной то если всегда как бы находитесь в вечности да то сказать не время неважно важно собственно говоря сама сама ситуация и так роман представляет из себя вот такую вот хаотичную апокалиптическую реальность где все рушатся где основы бытия подвержены сомнению где нарушен дисбаланс вот и поэтому вот это разорванность до постоянное таскетом двоящиеся персонажи все друг друга зеркалят все друг на друга похожи постоянные пары есть другой исследователь по моему он такой несколько неадекватный но неважно его зовут борис соколов у него очень много книг в части булгаковская энциклопедия но вот это первая его книжка в перестройку еще выходила значит он выстраивает не только диады персонажей внутри периоды тетрады и так далее кто с кем как пересекается кто с кем абсолютно синхронизирован принципе так сказать это все все отражается во всем но это такой уже филологический казус на мой взгляд когда вот под свою какую-то теорию ты ищешь всевозможные прецеденты и доказываешь нет не доказывая причем как бы да но тем не менее тем не менее действительно да то сказать если мы возьмем две буквы мастер и маргарита или воланд мы увидим что все эти две три буквы друг друге будут отражаться на и зеркалится действительно то сказать эти параллели там можно там или там мастера или там маргарита и леви матвей в принципе это абсолютно одинаковый персонаж да она сама об этом обмолвилась я пришла как леви матвей слишком поздно когда мастер сжигает романа она не успевает спасти рукопись а в другом случае левиат матвей сокрушается что он не успел с ножом убить паскать пану ослабить так сказать ну что и помочь ешь его так сказать не избежать мучений чтобы ему могут кнуть этим ножом он погиб бы раньше а не мучился на этом ужасном солнце да так сказать вот да 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 говорит маргарита та же самая ошибка более того этот нож появляется как вершалаемских главах потом он и появляется в московских буквально тот же самый нож то есть нож как бы предмет становится метафизическим предметом это уже символистские фишки да от владимира соловьева который проницает обе реальности реальность так сказать современные москвы и вдруг обращается оказывается в реальности библейской истории дата сказать он как бы пронзает их и вот эта вот тема связана с поэтикой романа как построен текст она довольно любопытно и здесь такой эффект черных дыр возникает я не знаю об этом мало говорят в таком контексте хотя сам текст романа это позволяет вот я вам прочитаю два мони один маленький буквально кусочек там про стёпу лиходеева который как известно поскользил употребил спиртным и волк пытается его привести в чувство до вчерашний день лепился из кусочков но все-таки тревога не покидала директор варьете дело в том что в этом вчерашнем дне зияло при огромная черная дыра вот день лепился из кусочков а при огромная черная дыра запомним эти слова а в другом фрагменте мы встречаем такое и стёпины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути но как всегда бывает во время катастрофы в одну сторону и вообще черт знает куда вот эти вот фиксации крайне важны здесь что вообще роман так и устроен и как относятся эти слова не только к этим двум как этому персонажу но в принципе он так устроен что все лепится из каких-то кусочков фрагментов которые мы как в пазле можем складывать перекладывать но все равно получается хаос который мы не можем собрать и задача то собственно героев собрать house собрать house чтобы выстроить вот тот самый чтобы возник опять вот та самая статуарная ситуация которая есть библейских главах только уже в земной реальности да вот то есть эти веры проникают друг друга и проваливаются друг друга как вот те самые эффект черных дыр как те самые черные дыры вот то есть говоря о двойничестве как раз нужно вот это помнить что герои абсолютно произвольных в своих движениях они не владеют собой они вот только нащупывают эти провалы в реальности чтобы эти пазлы как-то сошлись и сходились вот еще одна теория которая очень популярна за что например русская православная церковь и андрей кураев обрушивается на роман это главная претензия связанная с тем ну как тогда как так как же так может быть что происходит по сути дела не просто реставрация зла а его оправдание его уравнивание да с добром я напомню вам этот знаменитый фрагмент разговора левия левия матвея его и воланда в финальной части романа я к тебе да у зла и повелитель теней ответил вошедший из подлобья недружелюбно глядя на воланда если ты ко мне то почему ты не поздоровался со мной бывший сборщик подать и заговорил волан сурово потому что я не хочу чтобы ты здравствовал ответил дерзко вошедший но тебе придется примириться с этим возразил волан ты усмешкой скривила его рот не успел ты появиться на крыше как уже сразу отвесил нелепость и я тебе скажу в чем она в твоих интонациях ты произнес свои слова так как будто бы ты не признаешь теней а также и зла не будешь ли ты так добр подумать над вопросом чтобы делала твое добро если бы не существовало зла и как бы выглядела земля если бы с нее исчезли тени ведь тени получаются от предметов идти и людей вот тянет мои шпаги но бывают тени от деревьев и от живых существ не хочешь ли ты ободрать весь земной шар снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом ты глуп я не буду с тобой спорить старый софист и и второй фрагмент на балу воланда в финальной части романа финальной части этого бала значит и я напомню вам что воланду приносят голову берлиоза который наполняет кровью барона майгеля которого он убивает безжизненное тело барона в это время уже было на полу я пью ваше здоровье господа негромко сказал волат и подняв чашу прикоснулся к ней губами тогда произошла метаморфоза исчезла заплатанная рубаха и стоптанные туфли волан оказался в какой-то черный хламиде со стальной шпагой на бедре он быстро приблизился к маргарите поднес ей чашу повелительно сказал пей у маргарита загружилась голова и шатнула но чаша оказалась уже у ее губ и чьи-то голоса и чья она не разобрала шепнули в оба ухо не бойтесь королева не бойтесь королева кровь давно ушла в землю и там где она пролилась уже растут виноградные гроздь что же получается смерть оправдана смерть это жизнь более того смерть это жизнь а добро гарантируется зло отсюда простой вывод что все это сатанинский текст что все это релятивистские такие вот приключения да такая претензия этическая булгакову человеческая эстетическая религиозная крома значит тут много разных вариантов это вот с одной стороны я вам прочитал а есть в тексте совершенно другой подход булгакова о котором вообще не говорят и который остается в тени вот того что я сейчас сказал я вам напомню ситу сюжетную ситуацию когда маргарита оказывается у волан да и волан сейчас я найду просто это и волан ей показывает там сначала живые шахматы а потом глобус вот сейчас найду это место если вот в первых в двух вот этих ситуациях которые я прочитал там казалось бы все декларировано достаточно определенно да зло это добро а жизнь это смерть вот то здесь мы видим совершенно другую картину которая абсолютно не увязывается с тем что я сказал что есть в романе тоже я откровенно говоря не люблю последних новостей по радио сообщают они всегда какие-то девушки невнятно произносящие название мест кроме того каждая третья из них немного косноязычно как будто таких нарочно подбирают мой глобус гораздо удобнее тем более что события мне нужно знать точно вот например видите этот кусок земли бог которого моет океан смотрите вон он наливается огнем там началась война если вы приблизите глаза вы увидите и детали маргарита наклонилась глобусу и увидела что квадратик земли расширился многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту а затем она увидела ленточку реки и какое-то селение возле нее домик который был размером с горошин разросся и стал как спичечная коробка внезапно и было беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма а стенки рухнули так что двухэтажной коробочки ничего не осталось кроме кучечки от которой валил черный дым еще приблизив свой глаз маргарита разглядела маленькую железную фигурку лежавшую на земле а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка вот и все улыбая сказал воланд он не успел нагрешить работа абадонный безукоризненно я бы хоть я не хотел бы быть на той стороне против которой этот абадонна сказал маргарита на чьей стороне вот смотрите абсолютно другая трактовка жизни и смерти какая они какая нет отношения нет концепции нет ни религии не философии не установки нет проблемы эпиграфа романа где релятивизм оправдан да так то что наконец я часть той силы что вечно хочет зла но вечно совершает благо перевод самого булгака йота этого ничего нет есть просто хроника хроника событий и все нет отношения не случайно этот вопрос риторически про абадон многие замечали что булгаков очень много противоречий в романе а противоречие в русском романе это центральный элемент вообще поэтики русских романов со времен пушкина помните онегина перечитал все очень много противоречий пересмотрел все очень много пересперис пересмотрел все как это много противоречий очень много но их исправить не хочу не хочу там будут глобальные противоречия не только это еще будут противоречия в том числе и сюжетные противоречия которые будут касаться судьбы мастера, например, да, и Маргариты. Вспомните, что как заканчиваются сюжетные судьбы мастер и Маргариты. То они, Маргарита, гибнет в своем доме, да, значит, а мастер психиатрической клиники, то потом они гибнут совершенно в другом месте и вдвоем. Вот. В финале романа, знаменитый финал, он не заслужил света, он заслужил покой. Мы видим, что мастеру даруется некий домик и так далее, так далее. А в эпилоге мы видим последнюю строчку, что они идут по лунному лучу. Огромную полемику вызывала эта проблема. А хорошо это ли плохо, что мастеру дали так мало? Кураев возмущается. Что такое за такое бюргерское счастье? Вот. Какой-то домик, квартирный вопрос решили для себя. Иронизирует диакон. Эти противоречия так и остаются в романе. Противоречия также касаются и другого главного героя, Ивана Бездомного, о котором я буду говорить отдельно. Вот. Они... Тут важно даже не то, какие это. Важно, конечно, какие, но важно и то, что они вообще есть. Кто-то пишет о том, что Булгаков роман не закончил, он над ним все время работал до последней жизни, до последних минут жизни. Это правда. Он его редактировал, редактировал, дописывал. Да, он говорил, дописать раньше, чем умереть, чтобы знали, чтобы знали его предсмертные там слова, обращенные к Илине Сергеевне. Да, но, тем не менее, он дошел до редактирования шестой редакции, он только половину шестой редакции успел проредактировать, то есть его это как бы не особенно занимали эти противоречия. Вот. То есть противоречия так и оставлены противоречиями, как некий художественный своего рода результат и итог. Они так и должны быть. Они так и должны быть. Так вот, я возвращаюсь к центральной проблеме, на которой я сказал выше, добро и зло, релятивизм, взаимосвязь, упреки, обвинения. Что же это такое? Кто главный герой? Воланд, дьявол, Понти Пилат, человек, который отправил на казнь, Ешуа, как так может быть? И одним из корней, источников, многие видят вот эту самую философию манихейства. Было такое, вы уже слышали, да? Перс Мани, который как раз на такую философию простроил, что реальность есть не что иное, как борьба и взаимодействие двух противоположных сил. Такой дуализм добра и зла. И там тоже существует три времени. Первое время, где они, как бы сказать, диалогизируют, да? Второе время, где они борются друг с другом, эти силы, добро и зло, да? Вот у него там все в космогонической такой системе представлено. Солнце, Луна и так далее. Вообще они все увлекались, эти люди, сформированные в Серебряном веке, увлекались вот подобной эзотерикой, да? Определенного сорта. И не случайно тот же, например, Борис Пельняк в 26-м году пишет повесть «Непогашенные луны». Почему? Это о повести, почему-то такое название, да, странное. Казалось бы, эта история прообразом главного героя является Михаил Фрунзе, да? Который подвергается операции и гибнет, да? Там как раз вот эти самые лунные влияния, да, описываются. То есть история представлена не как политическое убийство, а как эзотерическая такая драма философская. Вот. И у Мани тоже вот так представлено как противоборство Солнца и Луны. И вот в третьем, в третьем времени, да, так сказать, вот наступает, наконец, торжество добра над злом, все материальное гибнет, пожаре, буквально вот во Вселенском пожаре. Собственно, этим заканчивается и земная, земной сюжет романа. И мы видим, что Москва горит. Вы это хорошо увидите в фильме Локшина, да? Он это хорошо как раз показывает эту самую горящую Москву, вот это самое возмездие, да? Вот. Осуществляется, о котором я говорил в начале. То есть такие стадии. Такие стадии – это такой вот норматив развития мира, да? Вот диалог, борьба и, наконец, торжество добра через апокалипсис. Вот. Такая, собственно говоря, стратегическая линия существования человечества, да? Ну, вот как раз Мани и допускал вот это самое сотрудничество, союз, да? Вот то, о чем, то, что озвучил Воланд, чтобы делало твое добро, если бы не существовало зла. Да, вот такое своеобразное обвинение, да, так сказать, здесь есть. Но есть, а если посмотреть, прислушаться к манихейской теории, собственно, вот это обвинение в манихействе, да? Что это манихейский роман. С презрением, говорят некоторые, манихейский роман, поэтому, собственно, это, говоря, ересь. Эритический роман, ну, по сути дела. Вот. Действительно, но Булгаков, в общем-то, не видел никакой другой реальности, кроме как манихейской реальности. Вот нужно сказать, потому что реальность двадцатого века, она, конечно же, манихейская реальность. Это всегда договор с дьяволом. Это всегда договор с дьяволом, да? Вот. То есть, это важно, это важно сказать, но еще раз я заостряю ваше внимание на том, о чем я говорил касательно, когда говорил о глобусе. Есть и некий такой совершенно отстраненный, отстраненный взгляд на вот эту самую действительность, которая не подвержена как раз оценкам, не подвержена интерпретациям и каким-то истолкованием. Оставить все как есть. Мы не можем в этом разобраться. Это не наше дело. Вот в этом же зале два года назад я читал не лекцию, какое-то вступительное слово о Пелевине, да? И упоминал роман «Снав». Там как раз тоже, значит, летает все время камера, которая бесстрастно фиксирует трагедии, убийства, войну. Вот такой совершенно отстраненный, технологичный, абсолютно никак, не человеческий, никак не осмысленный, не оправданный, не объясненный взгляд. Вот такой вот Пелевинский, Пелевинский такой вот ракурс, да? Здесь у Булгакова воспроизведен. То есть это противоречия, они так и оставлены противоречиями. Вот если о первой части часто говорят, то о второй я вот даже нигде особо и не встречал. Мне кажется, это важным, важным таким вот моментом. Итак, то, что касается... То, что касается вот ада, да, ад представлен в романе очень просто. Это московская реальность. Я, в отличие от многих, не буду останавливаться на сцене, на многочисленных сценах, связанных с варьете там и так далее. Я просто прочитаю вам один кусочек, который, опять же, крайне редко на него обращают внимание, а он, ну, по-моему, очень-очень знаковый и важный. Булгаков писал роман в 30-е годы. Да, это... Вы отлично понимаете, что это время прогрессирующей диктатуры режима, да, это время репрессий, это время постоянных доносов, да, в общем, знакомое нам всем время. Когда Иван Бездомный оказывается, когда он, так сказать, в экзальтированном состоянии гонится за понтием пилатом, он оказывается в доме Грибоедова, вот пятая глава знаменитая, где очень подробно описывается, значит, чем они там все занимаются, как они там все развлекаются и отдыхают, и там есть, значит, одно, так сказать, ну, знаю, реплика, да, вот я не буду там большой кусок, значит, буквально словом ад, да, словом ад, авторская реплика. Но вот ад очень точно воспроизведен совершенно в другом месте, не в этой замечательной там сцене, где все пляшут, вот, и веселятся, и поют «Аллилуйя» в аду, да, что само по себе, как бы, опять же, переворачивает всю реальность наоборот, вот. К тому же это роман Минипея, да, а Минипея – это своеобразный жанр, да, где, так сказать, вот один из критериев, это вот, так сказать, еще Бахтин об этом подробно писал, о том, что нормальный мир можно показать только в перевернутом и деформированном состоянии, да, вот, называл это «карнавальным принципом», вот там карнавальные принципы реализованы. А я прочитаю другой фрагмент, не связанный ни с Минипеей, ни с Бахтиным, чтобы вас не загружать, а просто с действительностью, как таковой. Набожная, откровеннее сказать, суеверная Анфиса так напрямик и заявила, очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство, и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хотят говорить. Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже ничем его не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду, как сквозь землю провалился Беламут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, отвезла, но назад никогда не привезла и сама больше не вернулась. Горе и ужас мадам Беламут не поддаются описанию, но, увы, в то и то и другое было продолжительно, непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то страшно поехала, она не застала уже гражданки Беламут в квартире, но этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беламут, оказались запечатанными. Два дня прошли кое-как. На третий же день, страдавшая все это бессонницей, время бессонницы, Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Не уме что ли говорить? Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись вдволю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно. Но рассказали жильцы других квартир, что будто бы в номере 50-м всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Об исчезнувшей, о проклятой квартире, долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонька и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежавших Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружили сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в том же роде. Мы чего не знаем, зато не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой, запечатанной только неделю, а затем в нее вселились спокойный берлиоз с супругой, и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что, как только они попали в окаянную квартиру, у них и началось черт знает что. Вот речь идет о многочисленных репрессиях, но при этом все это называется определенными словами. Черт знает что, колдовство и тому подобное. Все это мы видим и в повестях, с которых я начинал разговор. То есть для Булгакова однозначно, все это, что происходит, чего он никогда не называет прямо, это есть от дьявола, это есть черт знает что. Тут совершенно определенная, можем сказать, такая вот оценка. Я хотел перейти, потому что я вижу, времени я уже проговорил много, к сожалению, перейти к сюжету, о котором крайне редко говорят, но я бы хотел успеть о нем сказать. Он касается, он касается, ничего, что я не говорю ни про Мастера, ни про Маргариту, я и не смирался про них сегодня говорить. Потому что, не потому что я такой оригинальный, а потому что, мне кажется, в романе есть вещи ничуть не менее важные. Извините за это. А я имею в виду Ивана Бездомного. Значит, это очень интересный персонаж, да, о нем я уже немножечко начал разговор. в чем, в чем, так сказать, здесь вот этот интерес заключается, потому что это единственный персонаж, вообще, который, он как бы ученик мастера, но почему мы пока не понимаем, но который, в общем, развивается довольно значительно, да, и с которым вообще, как я уже упомянул об этом, связана тема главной части романа «Мастер и Маргарита», как текста, это главный роман, который не написан. Вообще, у русских так принято, у них главные романы это те, которые не написаны. Вот. Часто и у Толстого, и у Достоевского романы так и заканчиваются. Вот «Преступление и наказание» вспомните. Но это тема другой истории, да, вот. И дальше следует роман «Идиот». Это роман об Иисусе Христе. Знаете? Вот. Или у Пушкина. И так я жил тогда в Одессе. И многоточие стоит. Но самое главное, как бы все время за скобками осталось, где-то там. И главное, конечно, вот, евангельская история, это история о воскрешении. История о воскрешении, которая, я вам сказал, герои подходят, но там и остается, да. И вот Иван Бездомный, который меняется, который развивается. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели, как это возникает, как эта динамика, абсолютно буквально библейская, работает на совершенно другом герое, на совершенно другом персонаже. Вот. Абсолютно нетривиальный такой вот подход. Значит, здесь мы видим, как возникает, иначе говоря, как возникает тот самый ученик, новый мастер, новый мастер, по сути дела, новый мастер. Итак, мы помним, что Иван Бездомный гонится за Воландом и его свитой, и никак не может поймать его, так сказать, вот, и такая с ним трансформация, трансформация происходит. И здесь я напомню вам, что Булгаков очень интересовался последним периодом жизни Льва Николаевича Толстого, вот, когда Толстой уходит и бежит из Ясной Поляны, и тут идет определенный диалог с тем, что-то вообще Толстой, как известно, был таким еретиком, за что его русская православная церковь отлучила, да, вот, так сказать, свою концепцию Евангелия написал, да, свою концепцию вот, видения Христа, вот, он утверждал, что христианство должно быть без Христа, что зло нельзя победить насильственно, что только добро, вот знаменитые его эти самые фразы бьют по одной щеке, подставь другую и так далее, и так далее, в таком, конечно, вульгаризированном виде, и вот здесь Иван Бездомный, когда отправляется в погоню за Понтием Пилатом, и его свитой выступает в первой части романа такой пародийной, опять же, реинкарнации Льва Николаевича Толстого, с которым диалогизирует, в свою очередь, Михаил Афанасьевич Булгаков. Вот, не случайно он, находясь в полубезумном таком уже состоянии, в экстазе этой погони, значит, вот, берет там свечку, цепляет на себя бумажную иконку, потом у него оказывается рваная белая толстовка, это слово тут тоже не случайно звучит, и, наконец, значит, точно на том месте, где была груда платья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Вот в таком виде он появляется, он появляется в доме Грибоедова среди вот этого писательского сообщества, он там взбирается на стол, значит, и такой речью раздражается. Дважды хотели задержать в скатертьном и здесь, на Бронной, да я и махнул через забор, и, видите, щеку и зарвал. Тут Иван Николаевич поднял свечу и вскричал, братья во литературе, осипший голос его окрепа стал горячей, слушайте меня все, он появился, ловите его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед. Да, вот это вот разорванная щека, братья во литературе, такие достаточно декларативные, демонстрационные обращения, это определенные совершенно отсылки к поведению Толстого, как они воспринимались в массовом сознании в последний, так сказать, период, период жизни Льва Николаевича. То есть, говорится дальше о трудном пути, трудном духовном пути, на который, своего, так сказать, преобразования, на который встает Иван Бездомный. Позже мы встречаем его уже в психбольнице, где абсолютно напрямую используются два замечательных эпитета, которые выдают эту историю просто с головой. Значит, Иван разговаривает с мастером и рассказывает ему, собственно, о том, как он возмущен вот этой всей компанией и, так сказать, и вся история с Берлиозом, как она его поразила, удивила, как он гнался и что там дальше произошло. Мастер с ним разговаривает, но потом мы видим, что изменения, напившись горячего молока, Иван опять прилег и сам поделился тому, как изменились его мысли, как-то смягчился в памяти проклятый бесовский кот, не пугала более отрезанная голова и, покинув мысль, о ней стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике очень неплохо, что Стравинский умница и знаменитость, ну и так далее, и дальше вот это самое важное место, значит, он продолжает там возмущаться, сокрушаться, к чему вся эта нелепая погоня за ним, в подштанниках со свечкой в руках, а затем и дикая петрушка в ресторане, но, 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 вдруг сурово сказал где-то, не то внутри, не то на духом прежний Иван, Ивану Новому, про то, смотрите, прежний Новому, а дальше Булгаков совершенно добивает эту историю, про то, что голову Берлиозу-то отрежет, ведь он все-таки знал заранее, как же это не взволноваться, о чем товарищи разговор возражал Новый Иван Ветхому, прежнему Ивану, что здесь дело нечистым и так далее, Новый, Ветхому, Ветхий и Новый, да, два отношения, это ведь мировоззренческие вещи, два отношения к действительности, Ветхий, да, мы помним с детства, око за око, зуб за зуб, да, зло имеет значение, сила на силу отвечает силой, да, не случайно в 20-е годы один из апостолов Белой Гвардии, Иван Ильин, пишет о сопротивлении злу силою, да, вот, знаменитую свою работу, Булгаков очень ценил эту работу, кстати говоря, прочитайте, интересная вещь, что не нужно сюсюкаться, не нужно толстовцем быть, не подставлять щеку, мы все проиграем, мы все проиграли, об этом идет разговор, да, а здесь мы видим обратный процесс, да, новый, Ветхому, и он встает как раз на позиции мастера, да, так сказать, там такая трансформация происходит, да, что перед ним, говорит, стояли три пути, там сначала вот эта самая информация, потом осознание, а потом возникновение вот этого нового сознания, новозаветного сознания, и только, и только в этом состоянии новозаветного сознания, да, смотрите, чем заканчивается одиннадцатая глава, и в этот именно момент ему является мастер, да, заканчивается, Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина, и этот мужчина, прижимая палец, губам прошептал, все, и происходит переход, вот, и только тогда возможен контакт со своим учителем, да, который будет его инициировать и вот в этот самый, вот в этот самый другой мир, ну, и, наконец, ну, и, наконец, далее, что мы видим, да, периодически, так сказать, вот эти самые вещи, связанные с ветхозаветностью, возникают, да, да ведь он же тут черт знает, что натворит, тоже разговор с мастером, как-нибудь надо же его изловить, не совсем уверенно, но все же поднял голову в новом Иване прежний, еще не окончательно добитый Иван, то есть вот в нем, как в человеке московского мира, происходит вот эта еще борьба, да, ветхозаветностью, снова заветностью, и, наконец, в финале, в финале романа мы видим уже вот совершенно другого Ивана Бездомного, который, сейчас я постараюсь найти, который разговаривает с мастером в совершенно другом, в другом таком качестве, сейчас, вот где Иванушка посветлел и сказал, это хорошо, что вы сюда залетели, я ведь слово свое сдержу, стишков писать больше не буду, меня другое теперь интересует, я, Иванушка улыбнулся и безумными глазами поглядел куда-то мимо мастера, я другое написать хочу, я тут пока лежал, знаете ли, многое понял, мастер взволновался от этих слов и заговорил, присаживаясь на краю Иванушкиной постели, а вот это хорошо, это хорошо, вы о нем продолжение напишите, Иванушкины глаза вспыхнули, а вы сами не будете разве? тут он поник головой и задумчиво добавил, да-да, это же я, тоже я спрашиваю, Иванушка покосился в пол, посмотрел испуганно. Вот то, что я уже говорил вам раньше про будет так и надо, да? Бедный, бедный, беззвучно зашептала Маргарита и наклонилась к постели, какая красивая, без зависти, но с грустью и с каким-то тихим умилением проговорил Иван, видишь ты, как у вас все хорошо вышло, а у меня не так. Тут он подумал и задумчиво прибавил, а впрочем, может быть и так. Так-так, прошептала Маргарита и совсем склонилась к лежащему, вот я вас поцелую в лоб и все у вас будет так, как надо. Так, как надо. Вот, но тем не менее, так, как надо остается под вопросом. То есть, если как надо, то должна быть следующая часть, но следующая часть не возникает. Мы видим в эпилоге и в последней главе ряд противоречий. Есть такой рассказ, что Елена Сергеевна добавила последний абзац эпилога, его не было, а он очень важен. Давайте посмотрим. Значит, мы помним, что мастер Маргарита получают вот тот самый вечный приют, да, не свет, а покой, кстати, это вопрос, да, который в благоковеднии постоянно обсуждается неуклонно, а почему не свет, а покой, да, так сказать, почему так мало, почему не свет, ну, я уже говорил о том, что в романе эта проблема двоится, на самом деле, даже если мы это допустим, то есть такое понятие ритма, да, экзогетического ритма, согласно которому, так сказать, вот, мастер уже ничего не может, он свою функцию выполнил, вообще роман, вообще мастер в романе сугубо функциональный персонаж, то есть, его задача, он говорит о том, что и сам говорит, и в романе это говорится не раз, что вот он написал роман, и больше ему ничего не нужно, то есть, его достаточно этого, больше он для чего не нужен, он как бы закончен на этом, да, и как герой, и как все, да, там, в общем, как бы сегодня сказали пенсия, да, больше ничего там за этим нет, вот, то есть, а свет предполагает тьму, да, а покой предполагает остановку, кто-то говорит, что это вариант смерти, кто-то, как вот Мариэта Чудакова, соотнося финал романа, финал истории мастера с дантовской божественной комедией, говорит о Лимбе, да, что они попадают в Лимб, да, это некая пограничная, пограничная точка, пограничное место между реальностями, это же можно прочитать, например, у отца Павла Флоренского в работе «Мнимости в геометрии», где тоже говорится о смещении времен и различных перемещениях, да, вот этих самых невидимых субстанций после того, как они заканчивают свое земное бытие, да, вот, то есть свет предполагает тьму, а здесь никакого развития, а тьма предполагает свет, предполагается развитие, движение, а у мастера никакого движения, дальнейшего нет, поэтому, собственно говоря, света он не заслужил, просто потому, что свет ему не нужен, вот, то есть формально, так сказать, в свет должен попадать Иван Бездомный, который становится Иваном Николаевичем Понрим, историком, в финале романа, а историком в начале романа является, кто себя называет историком, да, может быть, и историк, и мастеры, и волан там, говорит, сегодня патриарщик, произойдет удивительная история, говорит он, так сказать, вот иронизируя над Берлиозом и Иваном Бездомным. Итак, финал романа, финал романа, последняя глава и последний абзац эпилога. Так говорила Маргарита, последняя глава, так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргарита струятся так же, как струится, и шептал, поставленный позади ручей, оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, сколотая иглами, память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил созданного им героя. Я дальше не буду читать, а теперь последний абзац эпилога. Последние два абзаца. Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб. Иван тянется к ней, всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к Луне. Вот я о чем и говорил. Так куда они уходят? Они остаются, или они уходят туда, где локус Ешоа и Понтия Пилата, которого якобы убедили, что казни не было. И страх ему побежден. В основе же отказа, я умываю руки, страх, страх у Понтия Пилата. Тогда Луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом. Здесь роман заканчивался. Возможно продолжение, то есть воскрешение, но дальше. Обзац, который является спортом. На утро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, нежестокий пятый прокуратор Иудеев, всадник, понтийский Пилат. Смотрите, там была сколотая иглами память мастера, здесь и сколотая память Ивана Понрио. И там, и там остановка, и там, и там нет дальнейшего пути. Булгаков оказывается на перепути. Он не знает, как закончить роман. Елена Сергеевна, полагая, что все должно быть как блыка в строку, да, что все должно быть доведено до своего финала, она все-таки этот фрагмент, который является спорным, этот абзац, вставляет. Таким образом, она снимает возможность другого финала, концептуально другого финала. Вот. Это так и остается. Обычно на это тоже не обращают внимания. Ну, все привыкли, что он не света покой, не света покой. Как мантру все это твердят. На самом деле, во-первых, нет. Во-вторых, и у Ивана Понриева нет никакого дальнейшего пути, дальнейшей перспективы. Я ознакомился с разными редакциями романа, и мне, конечно, больше нравится та редакция, где этого абзаца нет, и где, собственно, главный роман не написан. Я хочу закончить сегодняшнюю нашу встречу опять же не тем, с чего, не мастером и Маргаритой, чтобы дать вам какой-то временный вопрос, если они будут, а фрагментом совершенно неожиданным из той же моей любимой повести «Роковые яйца». Сегодня у нас 20 августа, и этот фрагмент касается 20 августа. Ну, буквально. Булгаков говорил, что он мистический писатель. В том же письме к правительству я этот фрагмент выпустил, но мистический понимается не в том, что эзотерический, в таком популярном смысле, а в таком глобальном, так сказать, что у него есть какая-то прямая инсайдерская связь с какой-то глубинной истиной, с какими-то токами бытия. И повесть «Роковые яйца» заканчивается очень интересно. Я почему говорю про 20 августа вот в 91-м году, когда был небезызвестный путь ГКЧП, сейчас мы снова дата у нас, обратили на это внимание, ну, я лично обратил внимание, да, на такую интересную вещь. Значит, вот те гады, про которых я вам читал, которые там по Лайтису со Щутином Крамсалем и прочих, вот, они там наступают на Москву, все там плохо, и вдруг никто их победить не может, этих гадов, ну, а под гадами Булгаков, в общем, понимает вот ту самую инфернальную как природу, как он думал, систему, которая надолго, навсегда для него пришла, так и оказалась. И вот последняя глава повести «Роковые яйца», глава двенадцатая. В ночь с девятнадцатого на двадцатый августа упал неслыханный никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Двое суток по восемнадцать градусов не выдержали омертвелые стаи, и в двадцатых числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необоримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порой странным нездешним неневиданным рисунком, который безвестно пропавший рог принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны, они были мертвы, зародыши в них прикончены. Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов, крокодилов и змей, вызванных в жизни таинственным родившимся на улице Герсона в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные создания гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной. Ну вот, закончить я хотел этими словами повести «Роковые яйца», ну, чтобы так оно и было. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ